Губернатор встретился с волонтерами. Беседа началась с хорошей новости. В Ивановской области появится ресурсный центр поддержки добровольчества. Благодаря победе в конкурсе «Регион добрых дел» на решение этой задачи удалось привлечь 9 миллионов рублей федеральных средств. Мы добились федеральных денег на создание этого ресурсного центра. Наша Ивановская область стала одним из победителей всероссийского конкурса «Регион добрых дел». И в следующем году нам будет выделено для этого 9 миллионов рублей. Но что я хочу вас попросить. Как говорится, инициатива у нас наказуема. Раз мы ресурсный центр будем делать, я хотел бы с вами обсудить, и чтобы вы приняли активное участие в работе этого ресурсного центра. Что он должен делать реально, кто там должен работать, на что, прежде всего, обратить внимание. Я помню, при наших предыдущих встречах были самые разные мнения. Я вас прошу по полной подключиться к созданию ресурсного центра. В том, что ресурсный центр Ивановской области необходим, сомнений нет. Армия добровольцев насчитывает более 28 тысяч человек. Количество желающих делать добрые дела ежегодно растет. У нас волонтеры есть и в вузах, и в школах, и везде. Есть наши любимые волонтеры серебряные, волонтеры победы, волонтеры медики, экологи. Можно долго перечислять. Мы, добровольцы, принимаем активное участие во множество событийных мероприятий на территории Ивановской области. У видео, где Владимир Путин обнимает Владимира Смирнова, известного как Кухомский Дед Мороз, тысячи просмотров, Ивановский волонтер стал победителем конкурса «Доброволец России-2019» в номинации «Народное признание». В числе финалистов и проект Анны Малковой. Он посвящен пропаганде здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Волонтеры работают и с населением отдаленных районов Ивановской области. Единственная проблема, которая у нас есть, это транспортная доступность. То есть у нас есть заявки с муниципалитетов Ивановской области, и некоторые муниципалитеты могут позволить себе транспорт, ну, нам организовать, например, Комсомольский район, они без проблем всегда дают. А в остальные районы мы находим выход такой, что у нас есть волонтеры, которые родом из муниципалитетов Ивановской области, например, там из Ильинска-Хованского, там я сама из Пучежа, вот, и мы едем домой на выходные, ну, и заодно проводим там мероприятия. Губернатор дал поручение транспортный вопрос решить, поскольку проект, который направлен на формирование здорового образа жизни, действительно социально значим. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.